приветствует альфа-банк на проводе слушают вас я слушаю это вы да максим конечно конечно на состоянии на 12 октября по одной кредитной карте 60 дней на задолженности сумма просроченного долга за август и сентябрь месяц для оплаты в обход ареста 1400 рублей и 48 дней по второй кредитной карте также август сентябрь сумма задолженности для оплаты обход ареста у вас составляет 23100 рублей максин витальевич задолженность необходимо закрыть завтра 13 октября в обход ареста обе суммы что как вас зовут напомнить алиса николаевна алиса там фамилия кирсанова алиса николаевна а что значит поясните ли с николаем шутку обход ареста ну связи с тем что у вас пришло взыскание от судебного пристава 1 сентября от судебной пристава роста екатерина александровна на 73 тысячи 288 рублей 29 копеек онлайн перевод из карты на карту или через сторонние банкоматы платить нельзя то есть есть возможность на каркале года пристава то есть у нас с вами есть такая возможность мы можем в обход ареста то есть в обход действия судебного пристава ну как-то это ну такое типа законно типа незаконно даже с хитрость это хитрость такая да есть это делается через банкомат который поддержит функцию оплаты кредитов обход ареста прикольно то есть по большому счету законные действия судебного пристава наплевать и забыть можно в принципе так это извернуться и в обход ареста в обход действий судебного пристава вместе вот вы и я взять и нарушить закон тип того да ну пристав же это был бы запрещен мы исполнили мы исполнили законное требование судебного пристава исполнителя по вашему счету сейчас ограничения алиса николай а куда деньги мы попадут они придут на ваш кредитный счет в альфа-банке как это кредитный счет а я так вы же должны были вы должны по постановлению судебного пристава все до одного мои счета ограничить в эксплуатации все то есть судебный пристав на какой-то счет нету вы давайте то подберите как говорится сопли и сделайте все как положено чтобы пристав не сомневался иначе то ну что это такое четкое постановление представителя власти обреченного обреченного теми самыми полномочиями ограничить полностью меня а вы взяли и что там схитрили так значит у вас арест макси витальевич макси витальевич у вас арест пришел 1 сентября так задолженность была образована 13 августа 25 августа каким причинам в августе долги свои не закрыли да это уже дело десятое мне очень интересно как это вы так меня безапелляционно склоняете на нарушение закона я вопрос задала ответите на него пожалуйста по каким причинам я сейчас не помню хорошо хорошо я сейчас не помню я сейчас не вспомню тем более все затмило ваше предложение вот это невероятное то есть вы окончательно и бесповоротно заявили что готовы в принципе порекомендовать мне как-то и все подготовили то есть вы счета все арестовали а один оставили и теперь мы с вами вместе будем нарушать ну куда куда мои деньги зачем а вот именно а куда мои деньги попадут вот сейчас меня внимательно послушайте чтобы вас не было вопросов вы не нервничайте не нервничайте не нервничайте да у вас два кредита я абсолютно спокойна отлично отлично задолженность перед судебным приставом меня тоже значит у вас два кредитных счета в альфа банке две кредитные карты один счет 0301 последние 4 цифры один счет 5166 последние 4 цифры и именно на данные счета вы должны внести платежи не на третий счет как вы говорите а на два счета которые у вас прописаны в договоре в вашем договоре а не на третий счет теперь все понятно нет не очень дело в том что на основании постановления судебного пристава 229 федеральный закон мы обязаны были ограничить полностью все счета мои в эксплуатации то есть а у вас не стоят ограничения а куда мои деньги попадут а куда мои деньги попадут если я посредством банкомата внесу банк может взаимодействовать банковская структура может взаимодействовать с физическим лицом только посредством расчетных счетов и кредитных и судных и так далее поэтому я вам оговорю онлайн перевод делать нельзя деньги уходят судебному приставу как я заплачу через банкомат да через банкомат наличие можно я на него отвечу я подправлю с вашего позволения я прихожу с наличными к банкомата вы хотите платить я хочу понять как мы будем с вами наебывать извините за выражение судебного пристава вот и все как вы мне сейчас объясните приходите в ближайшее отделение Альфа-банка подходите к сотруднику и говорите у меня затрудник в банке я хочу наебаться судебного пристава помогите мне оплатить в обход ареста вот подходите к самому Альфа-банку на меню высвечивается здравствуйте Максим Витальевич вот так вот и будет написано на банкомате и там будет три кнопки внести наличные снять наличные и кнопка погасить кредит вот если вы нажмете кнопку внести наличные ваши денежные средства идут к судебному приставу мы их вернуть не сможем если вы нажмете кнопку погасить кредит после чего выбираете счет кредитной карты где высвечиваются данные о вашей задолженности сумма просроченного долга и сумма основного долга следующую кнопку вы опять нажимаете погасить кредит все понятно и вот тогда денежные средства вы таким образом исполняете свои обязательства перед Альфа-банком и закрываете свои задолженности и избегаете выставления основного долга так приятно ответил на ваш вопрос за небольшим исключением позвольте я еще подкорректирую то есть пластиковая карта это же инструмент это собственность банка да правильно пластиковая карта которой я пользуюсь этоée собственность с банками это собственный это банк карто это не расчетный счет это номер карты но карта привязывается к communнику счету правильно же если счет заблокирован то карта автоматически перестает работать нет или да или она каким-то образом еще это слышал уже нужно понять я не хочу нарушать закон пожалуйста объясните мне как мне поступить что вы нарушаете я нарушаю пункты договора по вашему можете констатировать нарушение статьи вы не судья и у нас сейчас не судебный процесс если 710 статья гражданского кодекса российской операции где указано заемщик обязан вернуть кредитору получена сумма займа срок и в порядке у вас сейчас есть доступ к интернету у меня всегда он есть как вы сказали там открывайте 309 статья гражданского кодекса российской операции а мне казалось вы сказали 810 810 810 извините да 810 правильно вы меня подправили 810 статья 309 это про обязательства у вас понятно да заемщик обязан возвратить за я читаю заемщик обязан возвратить взаимодавцу полученную сумму займа срок и в порядке которые предусмотрены договором займа случаях когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования и бла-бла-бла и вы здесь правы а я с вами и не спорю извините что я усомнился вашей юридической компетенции пожалуйста алиса николаевна все-таки объясните мне техническую часть вы мне слышите это же несложно вы же сотрудник банка и так и не уходить пожалуйста в сторону это заметно это ну скажем так демонстрирует вашу некомпетенцию давайте сейчас вместе посмотрим я еще раз спрашиваю банковская карта является собственностью банка и она может работать при наличии не обремененного никакими арестами счета вы мне сейчас предлагаете воспользоваться этой картой счет которому она привязана заблокирован объясните мне глупому такому коль вы ссылаетесь на законы я точно не нарушу закон как сработает моя карта в банкомате да подождите пожалуйста я сформулирую до конца вопрос и куда в итоге поступят мои деньги прям в буквальном смысле куда в случае банковской организации кредит на кредитную организацию на какой счет на чей даже не так на чей счет потому что мой счет мои счета все априори должны быть заблокированы вами но это постановление судебного перестала можно отвечать да пожалуйста вы являетесь держателем карт альфа-банка счет который заблокирован денежные средства которые вы будете выносить через банкомат альфа-банка не через бербанк не через втб банк тинько банк они через банкомат альфа-банка они придут на ваши кредитные счета в альфа-банке не заблокированы они не уйдут ни на 3 они уйдут ни на 3 кредитные счета не заблокированы мои кредитные счета да они придут на вас потому что этот счет не заблокированы и закроют вашу задумка не придут если этот счет должен быть заблокировал в обход ареста банк дает вам возможность оплатить на каком таком праве на каком основании открыт кредитный счет один простой вопрос откуда взялся кредитный счет в банке на меня что-то я не припомню чтобы писал заявление на открытие кредитного счета максимум и открывал расчетный счет вы сами открывали на меня кредитный счет ты талевич расчет на 1 виталий данный счет он кредитный если договор между вами а какие цифры и вы не цифры начинается мой кредитный счет на какие цифры а вы прекрасно Вы знаете ваши счета, у вас есть личный кабинет Альфа Мобел, я могу вам их продиктовать. Да, мне первый. 408. 408. А вы не заглядывали, Анастасия Николаевна, на... Да не надо весь диктовать. Вы не заглядывали случайно, ну, это прямое ваше, наверное, здоровое рабочее любопытство, профессиональное, в классификацию счетов? Что на 408-то как раз... Нет, не заглядывала. Надо заглянуть, на какие цифры начинаются счета. Так вот, классификация счетов, это действительно закон, и он обязывает банки четко соответствовать этим утверждениям. 408-то расчетный счет, а 455-то кредитный счет. И вот что-то я не припомню, чтобы я даже писал заявление на открытие кредитного счета. Неужели у банка появилась невероятная возможность открывать кредитные счета без ведома клиентов? Ладно, 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 все, я вас успокою, и сейчас вас беспокоит, сейчас с вами разговаривает по заявлению, по коллективному заявлению заемщика, в том числе этого человека, который вас интересует. Майор юстиции, старший судебный пристав, Санкт-Петербургского, ФССП. Вы не угукайте, а молчите. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Так вот, слушайте меня внимательно. Фамилия ваша? Кузнецов. Итак. Слушай, Дмитрий Евгеньевич. Должность моя старший судебный пристав. Так вот, сейчас вы под запись разговора, да не так идти, вы все сказали, вам сейчас послушать, сообщили информацию, которая дискредитирует гордо имя Альфа-банка. Назвали свою фамилию, имя, отчество Алиса Николаевна Кирсанова. Сделали то, что в принципе от вас и требовалось. Для того, чтобы возбудить в арбитражном суде в отношении Альфа-банка дело, Альфа-банк будет оштрафован. Дальше, что сделают работодатели? Я вам заявляю, как говорится, с отеческой любовью. Он, естественно, выплатит, а потом в качестве регресса переведет этот долг на вас, так как вы непосредственный нарушитель закона. Вы эксплуатировали сейчас какую-то информацию, взявшуюся от ваших кураторов, вы ее не проанализировали. При том, при всем, я вас изо всех сил пытался направить на путь истины. Понимаете? Этот штраф все равно перегрузят на вас, поверьте моему богатому опыту. И вместо каких-то бодрых заявлений о том, что вы работали в банке, вы будете с сожалением большую часть своей оставшейся жизни вспоминать вот этот период. И сожалеть, как я сказал об этом. На этом у меня все. Ждите последствий. А что же вы прощаете, Дмитрий Евгеньевич? С чего вы взяли, что я прощаюсь? Ну вот, мы же с вами не договорили. А у вас осталась какая-то информация, да? А вам кем приходится, Дмитрий Евгеньевич, Максим Витальевич? Ну не волнуйтесь, я уже вам сказал, кто он для нас и кто он для вас. Кем приходится? Я уже об этом сообщил, вспоминайте. Еще раз повторите, пожалуйста. Обойдетесь. Я же фиксирую всю информацию. Вам это не нужно делать, более того, не надо мне рассказывать, что вы там делаете. Я отчетливо знаю, понимаю, как устроена ваша работа. Вы сидите в гарнитуре, у вас просто соединяет с очередным клиентом система. У вас перед глазами скрипт, который вы бездумно зачитываете, в том числе нарушая закон. Когда заявляете об оплате в обход постановления судебного пристава. Понимаете, хотя бы степень последствий, какие могут вас ждать? Вы задумываетесь. А я вам еще раз... Я вам уже говорил, что обход ареста, это на самом деле нарушение. Закона. 229-й федеральный закон четко дает право судебному приставу исполнителям ограничить все действия на любом счете должника. И снять эти ограничения может только лишь судебный пристав. Только он и никто иной. Никакая инициатива коммерческой структуры, такой как банк, такой возможности не имеет. Это все не в обход ареста, а в обход закона называется это все. Понимаете, в чем разница? А к вам, Максим Витальевич, Дмитрий Евгеньевич, с каким вопросом обратился? Я вам напомню, Коль, вы забыли. Вам отвечать на свои телефонные звонки. Сейчас процессуальные действия ведутся на основании административных разбирательств. Он является участником коллективного иска в отношении Альфа-банка. А к вам много клиентов обращаются? Вы немного ли вопросов ведете, задаете сейчас? Ну просто я сейчас задаю, я сейчас фиксирую всю информацию. У вас уже ничего не зависит. Вся информация будет направлена руководству. Вы зафиксировали то, что я уже вам сказал. Клиент его будет сами на связь. По каким причинам он не оплачивает, это я все фиксирую. Вы о себе задумайтесь, а не руководству. Руководству на вас плевать. Поверьте моему, еще раз повторяю, огромному опыту. Вот лично на вас, вашему руководству плевать. Все, что им нужно будет в самое ближайшее время, это возместить за счет вас убытки. 200 тысяч я вам гарантирую. Вот на основании в том числе этого звонка. Единственное, что вас может успокаивать, вы не одна в этой когорте будете. Вполне возможно, несколько человек, как участники вот этой всей концессии, будут представлены и в доказательство нарушения закона со стороны банка. Значит, Максим Витальевич, номер 8800200, ровно 7666, я должна вам его продиктовать. Мы будем ждать звонка от Максима Витальевича. Я думаю, в его интересах лично с нами связаться. Вам спасибо, что уделили время. Вы ждите на первый случай. Звонка от участкового скоро поступит. Точнее, повестка. Звонок наверняка не поступит. Ну, либо от местной прокуратуры, где вы там живете. Всего вам доброго. До свидания, Дмитрий Евгеньевич. Задумайтесь над тем, что вы делаете в обход ареста. И трубку надо положить. Вам, а не мне. Вы что-то забыли сказать мне, Алиса Николаевна, про обход ареста? Ну, хорошо. Тоже запись не выключай, чтобы полностью все передать дальше. Да, друзья, вот вы услышали сегодня какие-то наработочки и сопротивление со стороны господ, взыскателей. И все они говорят, что они работают по закону. Часто мы с вами слышим, что какая-то ситуация такая происходит. Они говорят, вот, Кузнецова или любые другие какие-то каналы, они не выкладывают все на самом деле. Потому что их часто сливают. Их тыкают носом в законы, они не могут парировать. Я все время задаю во всеуслышание вопрос. Ну, раз такое дело, что вам мешает создать подобный Кузнецову канал и свою правду доносить до масс? Что вы коллекторы, вы вот эти попрошайки, вы в теме, вы знаете, что вы делаете, вы на своем месте. Люди хотят помогать. Юристы, блогеры создают эти каналы. Есть специализированные каналы. Вот, как говорят, единомышленники мои, никому не запрещено. Более того, я обращаю внимание, изучаю ситуацию. Посмотрите, вот канал, да, я сам недавно наткнулся на этот канал. Мне очень он понравился. Дело в том, что, вот, называется, да, ссылочка в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выйдет. И в описании ролика, и в первом закрепленном комментарии, ссылка специально для людей говорю. Посмотрите канал. Очень много полезной, правильной информации. И, господа попрошайки, смотрите эти каналы. Берите пример. Здесь и прямые эфиры проводятся. Где от вас прямые эфиры? Кроме того, что вот Кузнецов и ему подобные ребята делают. Где что-нибудь? А вот, пожалуйста, Наталья Катряева рассказывает все бесплатно. Смотрите, вам помогут. Подскажут, на вопросы ответят. Вы в прямом эфире, господа попрошайки, можете только с одним человеком разговаривать. В надежде на то, что он ничего не соображает. А люди, типа вот Натальи Катряевой, готовы на аудиторию вещать. И не боятся провокационных вопросов. Никогда от нее не услышишь неконструктивный диалог. Только в виде хохмы, в виде какого-то сарказма с вами, если. А у вас и неконструктивный диалог. У вас и какая-то билиберда, типа, почитайте закон. Да, читаем. И людям рассказываем, чтобы люди вас не боялись, чтобы люди знали свои права. Посмотрите, как вот канал, да, превью. Что могут забрать приставы за долги? Почитайте, посмотрите. Послушайте, вам человек говорит. Я сейчас и к простым людям обращаюсь, в том числе. Нет, даже в приоритете. Смотрите, ни один я Кузнецов такой. Я никогда не боялся никакой конкуренции. Да, я не буду рекомендовать никаких юристов, потому что я их не знаю. Но я смотрю канал, и мне нравится. Я вижу, что человек дело рассказывает. Конкуренция, да вы что? 80% трудоспособного населения страны в долгах, как в шелках. И сейчас меня смотрит куча людей, которые нуждаются либо в помощи, либо хотя бы в каком-то посыле. Вот информация им нужна, чтобы расслабиться, не бояться. Ребята, включайте мозги. Все для вас. И канал АЛЯМ, и канал Натальи Катряевой, и много других каналов. Смотрите, пользуйтесь, не стесняйтесь, пожалуйста. Это же только вам на пользу. Когда банкротство невыгодно. Реструктуризация и реализация при банкротстве. Что это значит? Кто-то даже не понимает, не видит разницы в этих терминах. А они есть. Эти термины, и есть между ними разница. Могут ли кредиторы помешать процедуре банкротства? Ответы на вопросы. Прямые эфиры, повторю, человек проводит еженедельно. В общем, вся информация, которая вам нужна, помимо, может быть, еще той, которую вы придумаете, захотите получить от человека, вы все здесь возьмете. Не стесняйтесь, заходите. Еще раз повторяю, ссылка в описании ролика, в закрепленном комментарии и, как я уже сказал, в подсказках. Пожалуйста, не стесняйтесь, просвещайтесь и включайте мозги. Ну, а Наталье Катряевой спасибо за то, что она является моим единомышленником и помогает людям. так же, как и многие другие. Вы слышите разговоры? Здравствуйте. Слушаю вас. Компания «Иберест» – электрическое агентство. Меня зовут Михалёва Ольга Викторовна. Ведет сайт с разговора. Подскажите, пожалуйста, как... В смысле? ...середина Андреевна, вам знакома? О, зачем она? Вы зачем вас спрашиваете? Она много кому знакома. Ваши репутаты, Лука. Еще раз? Она много кому знакома. Личность-то известная. Ваш номер телефона был предоставлен в качестве дополнительного контактного номера. В связи с этим я вам задавала данный вопрос. Кому он был предоставлен? Вам? Кем? Сейчас он поступил в компании «Иберест» – это коллективское агентство. Был предоставлен наш клиентный номер телефона. Мой телефон «Иберест». Она у меня не спрашивала разрешения на этот счет. Ну, то есть, вам лично она знакома, правильно понимаю? Я еще раз задаю вопрос. На каком основании у вас оказался мой номер телефона? Вот данный вопрос вы и задаете Екатерине Андреевне. На каком основании она указала ваш номер телефона? На каком основании у вас он оказался? На основании 1030-го федерального закона. Это в каком смысле? Вам передал ее кредитор мой номер телефона? Ее наш клиент обратился к нам в организацию, предоставил все номера телефона, которые были указаны на одиннадцатом. А кто ваш клиент? А я не имею права для вас уточнять такую информацию. Ну, ничего себе, у вас есть мои персональные данные, я как субъект персональных данных. Субъект, внимание, я субъект, обладатель персональных данных на основании 152-го федерального закона. Сдаем вам вопрос. Откуда у вас взялись мои персональные данные? И вы обязаны мне незамедлительно дать ответ. Здравствуйте, звонок поступает из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. В смысле? Ольгу Александровну, я могу услышать? Хочу поговорить со специалистом. Простите, я вас не расслышала. Хочу поговорить со специалистом. Минуту, сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк, меня зовут Осташкина Анна Сергеевна. В смысле? Ольгу Александровну могу услышать? Так, а для чего она вам? Она является клиентом банка, и банку необходимо с ней связаться. Также она является официальным лицом лечебной мази. Лечебной мази, меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Она является официальным лицом лечебной мази «Календула». Я, между прочим, рекламное лицо мази «Календула». Отпустите, звезду, отпустите. Информацию для меня можете передать? Она по контракту не имеет теперь права сотрудничать ни с кем, кроме производителей «Календулы». Я вас поняла. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok